Вениамин Кондратьев провел планерное совещание со своими заместителями, где обозначил ряд первостепенных задач. Одна из них – исполнение краевого бюджета. В этом году казна региона должна составить 208 миллиардов рублей. Ильвинная доля расходов пойдет на социалку, а также на приоритетные для края направления экономики – сельское хозяйство и промышленность. Важно, чтобы финансирование социальных программ, образования, сельского хозяйства и иных приоритетных отраслей экономики ни в коем случае не было сокращено в этом году. Ни в коем случае. Потому что на детях, на здоровье мы экономить не можем. Это принципиально. А что касается экономики, то есть, чтобы получить завтра дивиденд от нашей экономики, нужно, конечно, сегодня тоже вкладывать. А если мы не будем вкладывать завтра, мы ничего не получим. То есть, это прямо зависимая связь. Поэтому вот, если тем более мы на 8 миллиардов планируем собрать выше, я надеюсь, что мы не сократим финансирование ни одной из программ, которые финансировались в прошлом году. Однако денег в краевой казне могло быть и больше, уверен Кондратьев. Сегодня бюджет региона по большей части состоит из налоговых поступлений. И как следствие, от этого зависит вся экономика Кубани, что, по мнению губернатора, неправильно. У региона должны быть и другие основные источники доходов. К их созданию, в первую очередь, он призывает своих заместителей. И добавляет, что времени на погружение в работу у обновленного состава вице-губернаторов нет. Сегодня от них требуются конкретные действия. Главное, чтобы все начали работать. Вопрос в том, что сегодня каждый ждет налоги, чтобы их потратить. А мы должны начать зарабатывать. Вот коллеги, кроме социального блока, образования, здравоохранения, по большому счету, в состоянии зарабатывают. И мы должны научиться зарабатывать. А мы сегодня ждем поступления налогов, чтобы их потом как-то перераспределить. Нельзя делать экономику нашего региона только бюджетозависимой. Все. И нашу жизнь только бюджетозависимой. То есть вот сколько налогов, вот столько мы и потратим. Мы не будем зарабатывать, мы будем чиновниками. А если мы начнем зарабатывать, то мы станем управленцем. И тогда на самом деле народ поверит, что власть сегодня способна что-либо сделать. А пока власть, она издевенческая. Она собирает налоги и их тратит. И дай бог, если еще прозрачно тратит. Больше доходов в казну, например, может принести сельское хозяйство, считает глава региона. Уже в следующем году в крае должна заработать так называемая система за год контор. До конца лета первые продуктовые и логистические центры появятся в Анапе, Лобинском и Кавказском районах. Кроме того, почти миллиард рублей бюджет получат в результате сокращения штата чиновников. Уже сегодня оптимизация прошла на 10%, что позволило сэкономить около 300 миллионов рублей.